Непростая экономическая обстановка обострила ситуацию с невыплатой заработной платы. Малый и средний бизнес несет большие потери и старается экономить на всем, в том числе и на зарплате. Как сократить задолженности и вывести предпринимателей из тени, говорили на заседании специальной межведомственной комиссии. Долги по зарплате, выход бизнеса из тени, меры борьбы с должниками и неплательщиками. На повестке дня четыре вопроса. По данным Республиканской государственной инспекции по труду, количество предприятий, нарушивших трудовое законодательство, увеличилось. По заработной плате в 12 организациях составило 23,7 миллиона рублей перед тремя остальными 66 работниками. У руководителя предприятия-должников свое объяснение. Объемы производства сократились, соответственно, снизились и доходы. А вот расходов прибавилось. Руководители ряда учреждений надеются погасить долги. У нас сформировалась задолженность по зарплате перед работниками на общую сумму 4 миллиона 803 тысячи. Это составляет из текущей задолженности 1 миллион 690 и мораторный задолженность, рейсовый, 3 миллиона 112 тысяч. Погашение по текущей задолженности по зарплате 817 тысяч мы ожидаем в август-сентябрь месяц. Впрочем, по мнению участников заседания, с года в год, как правило, списки должников одни и те же. И чаще всего это предприятия малого и среднего бизнеса. Крупные акулы бизнеса попадают в долговую яму значительно реже. С начала года задолженность предприятий перед своими работниками снизилась более чем на 12 миллионов рублей. Это составило 35%. Но это не повод расслабляться ни руководителям этих организаций, ни судебным приставам. По состоянию на первые дни 2020 года на исполнении находилось 4168 исполнительных производств в отношении 64 должников. По управлению вынесено 514 постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. 15 постановлений о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. 2 постановления о запрете на совершение действий по регистрации в отношении недвижимого имущества. Большую работу по защите прав граждан проводит и прокуратура республики. На заседании обсудили вопрос отсутствия мотивации у людей на поиски работы. К примеру, в строительной отрасли немало вакантных мест. Но по каким-то причинам туда не спешат трудоустроиться. На некоторые специальности обязательный медосмотр, а его пока не проводят. Нет сейчас и очных курсов повышения квалификации. Что касается легализации неформальной занятости, то правительство республики работает над этим вопросом. Одна из последних мер – особый налоговый режим для самозанятых. Снижение неформальной занятости – темы очень важные. Темы, имеющие, можно сказать, стратегическое значение. Тем более, в последнее время принято достаточно много радикальных решений президентом страны. Это и снижение отчислений от заработной платы для малого среднего бизнеса. В случае, если уровень заработной платы превышает пожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Это и различные формы поддержки, привязанные к численности работающих и к размерам оплаты труда. И ряд других решений. И самое главное, эти решения еще будут формулироваться и приниматься. И все они направлены, прежде всего, на то, чтобы, с одной стороны, обеспечивать комфортную предпринимательскую деятельность, обеспечение инвестиционного процесса, ну и, как итог этих двух названных факторов, повышение доходов населения через официальную занятость. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Строительная компания «Старко», действующая на территории Чувашии, признана банкротом. Арбитражный суд Республики объявил о ее несостоятельности и открыл конкурсное производство до 10 июня 2021 года. Управляющим строительной компанией назначен Владимир Митюхин, член Ассоциации региональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих. Последними объектами, которые возводила «Старко», были жилые комплексы «Ривьера» и «Альбатрос» на берегу Волги в районе Речпорта. Обе высотки до сих пор не введены в эксплуатацию и включены в реестр проблемных домов. Фирма «Старко» стала шестой строительной компанией в республике, которую признали банкротом за последние два года, отметили в Росреестре Чувашии. Всем дольщикам «Старко» необходимо подать документы для включения в реестр требований кредиторов. Как это сделать, можно уточнить по телефону 317105-34-6755.